Более сотни гостей, десятки организаций собрала первая ярмарка поставщиков услуг в сфере социального обслуживания. Повод значимый. На ярмарке обещают научить, как делать добро и зарабатывать на этом. Звучит, может быть, фантастически, но люди, собравшиеся сегодня в Пушкинском театре, искренне верят, что их дело может приносить не только пользу, но и получит финансовую поддержку от государства. Будут учить, как оказывать услугу, как научиться из своей деятельности выделить вот эту услугу, для того, чтобы, например, войти в реестр поставщиков услуги. Конечно же, мы нацелены на то, чтобы услуги, которые некоммерческие организации предоставляют, в первую очередь были качественные. Организации призывают вступить в реестр поставщиков социальных услуг. НКО, входящим в этот список, краевой бюджет будет возмещать затраты, связанные с предоставлением подобных услуг. В 2017 году на эти цели было направлено около 3 миллионов рублей. Для разъяснения всех подводных камней пригласили даже спикеров из центральной части России. Мы хотим добиться того, чтобы люди получали ту помощь, когда она им нужна, и получали ее комплексную, чтобы их жизнь становилась просто гораздо лучше. Поэтому нам нужно менять и государственное, и муниципальное управление. Нам нужно приглашать некоммерческие организации, и не только некоммерческий, но и бизнес, для того, чтобы услуги осуществлялись эффективнее, может быть, даже дешевле и лучше. Перечень социальных услуг, по которым могут работать НКО, большой. Это услуги, направленные на поддержание и сохранение здоровья людей, помощь в коррекции психологического состояния, в трудоустройстве, получение юридических консультаций, профилактика безнадзорности, помощь многодетным семьям. Приморские организации имеют большой опыт работы по этим направлениям. Вот такие игрушки делают дети из социально-реабилитационного центра Дальнереченского. Дети делают игрушки и устраивают целые кукольные представления для своих родителей. Помогают им в этом сотрудники центра. Главная цель этого центра – это наладить отношения между детьми и родителями, которые оказались в сложной жизненной ситуации или вовсе были лишены родительских прав. Мы это уже делаем. На протяжении пяти лет многодетные семьи обращаются в нашу организацию. Если у них случается какая-то трудная жизненная ситуация, мы помогаем им, как и с оформлением документов. Мы подсказываем, в какие органы надо обратиться, чтобы получить те или иные услуги. Но в некоторых случаях, когда там действительно очень требуют ситуации, мы помогаем материально и вещами. И кроме того, мы всегда говорим, что мы не даем рыбу, мы даем удочку. То есть мы помогаем на каком-то этапе, смотрим, что семья справляется с трудностями. Мы привезли такую технологию, как мульттерапия. Мульттерапия – это простая в использовании технология, которая приносит замечательные результаты в работе с детьми, которые много плохого уже повидали в этой жизни. И дети с большим удовольствием занимаются в студии. У нас в находке ситуация изменилась кардинальным образом. Напомним о необходимости создавать благоприятные условия для работы некоммерческих организаций в социальной сфере, говорил президент Владимир Путин. И государство готово помочь тем, кто делает жизнь российских граждан качественнее. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.